Международный день русского языка Идание коротко и увлекательно рассказывает юным читателям об основных вехах развития письменности, летописания, книгопечатания на Руси, о формировании отечественной словесности и родной речи. От древнеславянских вет до великих классиков литературы – Пушкина, Достоевского, Гоголя и Толстого – все самое основное, что должен знать современный школьник. Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали книгу достаточно популярной. Первым шагом на пути постижения родного языка для многих станет иллюстрированный толковый словарь для детей и школьников Владимира Даля, изданный в Москве в 2008 году. Чтобы облегчить знакомство с бесценным наследием знаменитого этнографа и лексикографа, издание специально адаптировано и переработано. Из множества примеров, иллюстрирующих использование того или иного слова в живой речи, в словаре оставлены наиболее яркие пословицы и поговорки. Адаптированный словарь никоим образом не заменяет полный словарь Даля, но он, несомненно, станет отличным началом изучения языка. Подбор и расположение материала познакомит с обычаями, верованиями русского народа, своеобразием быта и традиций на Руси. «Остроумно и весело» написана научно-популярная книга известного лингвиста Льва Васильевича Успенского по закону буквы, изданная в Москве в 2008 году. В качестве основного адресата автор указал детей и подростков, однако данная книга будет интересна всем, кому дорог родной язык. Хотите узнать о происхождении и развитии русского алфавита? Тогда это издание предназначено именно для вас. Любознательный читатель откроет для себя множество неизвестных фактов, изложенных Львом Успенским. Как легко научиться грамотно говорить и писать? Как уловить разницу между похожими словами? Как запомнить ударения и однотипные правила? Как понять значение новых слов? Все эти нелегкие важные задачи можно решить очень просто – рифмовать. А книга школьного учителя и популярного блогера Марии Чепеницкой «Рифмуем», изданная в Москве в 2019 году, поможет сделать тернистый путь освоения азов русской словесности простым и быстрым. Автору данного издания хорошо известно, какое большое значение в педагогическом процессе имеет метод и способ изложения учебного материала. Мария Чепеницкая нашла, безусловно, креативный подход. Знакомясь с юмористическими образцами шутливого стихосложения, обучающийся не только улучшит свое настроение, но и без труда поймет, запомнит и успешно научится применять все правила. «Большая книга о любимом русском» была издана в Москве в 2020 году. Эта увлекательная книга написана известным блогером Полиной Масалыгиной. Она состоит из наиболее ярких публикаций интернет-блога «Великий русский». Автор объясняет правильное употребление фразеологизмов, значение базовых понятий речи и отдельных слов, происхождение крылатых выражений, пословиц и афоризмов и делает это настолько просто, естественно и непринужденно, что оторваться невозможно. А секрет прост – автор поставила для себя цель – отойти от скучного преподавания русского языка. Представленные издания, а также множество других отличных книг вы можете найти в Русском центре библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok